Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви» с протеереем Владимиром Волгиным. В прошлой нашей программе батюшка рассуждал о состоянии мира перед пришествием Спасителя. И в нашей сегодняшней программе он продолжает рассуждать на эту тему. Здравствуйте, отец Владимир. Добрый день, доброго здравия всем, Любовь Сергеевна, и всем нас смотрящим. Отец Владимир ко мне подходит в храмах, и благодарят вас за эту программу. Прихожане отмечают, что это очень важная, серьезная, очень нужная тема. То есть они, может быть, даже и не совсем задумывались над тем, о чем вы говорите, и просили продолжать ее. То есть она очень нравится, и считают ее очень полезной. Так что я вас сердечно благодарю, что вы эту тему выбрали. Что ж, я жду, батюшка, вашего продолжения. Да. Но прежде, Любовь Сергеевна, так как мы приближаемся, неумолимо, к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла, я хочу наших зрителей поздравить с этим великим праздником первоверховных апостолов Петра и Павла и с окончанием поста. Я поздравляю и желаю, 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 чтобы каждый из нас был хотя бы немножечко апостолом. Вот я много раз говорил, ну, вряд ли в наших программах, но когда встречался с людьми и встречаюсь с людьми, что Древняя Церковь запрещала проповедовать Христа людям, не посвященным в сан. Что проповедовать могли только священнослужители. И при этом, при этом на основе святых отцов. Кстати говоря, это очень важно. Я это делаю как бы заметку, замечание, зарубку, если хотите, чтобы все те, кто желает просвещать, а сейчас время, когда нужно просвещать людей светом христианской истины, всех предупреждаю и призываю к тому, чтобы если вы будете пытаться толковать Евангелие на священное писание, то это делайте на основе святых отцов. Даже патриархам и епископам не позволялось проповедовать Евангелие как бы самостийно и основываясь на своих рассуждениях. Только на основе святых отцов. Почему я так обращаюсь обширно? Можно было бы и не говорить об этом, потому что у нас есть священнослужители, иерархия целая, и мы все, конечно, члены православной церкви обязаны проповедовать, во всяком случае, самвона. Но не только самвона, мы можем проповедовать и людям, которые вопрошают нас о Христе. Но сейчас такое особое время, а мы помним то, что, как говорил отец Иоанн Кристианки, на протяжении многих десятилетий русский народ ввелся по пути искусственного расцерковления. То есть народ перестал быть церковным, и сейчас народ нуждается, нуждается в проповеди. Вот, кстати говоря, в храме, в котором мы находимся сейчас, и который строился, такой большой храм, и я обосновывал перед очень таким знатным попечительским советом и величину его, и название его. Он посвящен в честь трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Я говорил о том, что сейчас Россия нуждается в проповеди, а эти три святители были вселенскими учителями. Это как символ, как знак. Так вот, на одном из соборов в 90-х годах, прошлое уже столетие, мы уже можем оперировать столетиями, эпохами, тысячелетиями, в прошлом тысячелетии. Мы сами родились в прошлом тысячелетии. Да, да. На одном из соборов, архиерейских соборов, было выдвинуто постановление, как бы вопреки древним канонам церкви. Позволяется, позволили даже женскому полу, апостол Павел говорит, что женщина должна молчать. Молчать в церкви. Да, в церкви. И не проповедовать. Да, разрешено было женщинам проповедовать Христа. И разрешается. Вот в связи, вот с этой, как бы, отступлением от веры нашего русского человека. Поэтому я призываю всех нас вот эту проповедь, пускай не словами, делами, делами. Вот апостол Павел в одном из посланий говорит, моя проповедь и сила проповеди не заключается в каких-то особым красноречии. А заключается в силе и действиях Святого Духа. Ну, конечно, нам до этого очень далеко. Он творил чудеса и воскрешал мертвых. И платки его тоже были наполнены такой благодатью, что прикладывали их к больным, и люди исцелялись. Но главная сила проповеди заключается не в красивых словах, действительно, а в жизни человека. И когда жизнь человека праведна, а люди чувствуют это и видят со стороны, то из силы его слов, пускай он выражается корявым языком, что-то как-то не совсем правильно себя ведет, в хорошем смысле этого слова. Я не понимаю. А тот свет, который он источает из себя, этот человек, безусловно, может другого человека привести к вере. Ведь Господь говорит, будьте светом для земли и солью, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Ну, а вот мы будем праздновать первоверховных апостолов, которые очень потрудились над проповедью, в особенности апостол Павел. И он без всякого тщеславия говорит, я больше всех потрудился на этой ниве проповеди Христа. Ну, а нам, если мы свою семью обратим к вере, своих друзей через нас Господь обратит к вере, этого будет, я думаю, что достаточно для нашей души. Ну, а если уж мы будем иметь дерзновение, то гораздо больше можем в себя, на, лучше сказать, в Господа вобрать людей, не ведающих Господа, но на основе своей жизни. А что толку, если я говорю хорошие слова, а жизнь имеют дренную? Ну, мы не будем перечислять тех грехов и страстей, которыми человек наполнен, и в связи с которыми уничижается сила нашей проповеди. Так что я поздравляю всех с этим великим праздником Петра и Павла. Немного останется до Успенского поста. И желаю всем нам укрепиться в вере во Христе, и чтобы нам всегда сопутствовала благодать Святого Духа. Ведь цель христианской жизни – это втяжание Духа Святого. Ну, а сейчас, с Вашего позволения, мы перейдем к нашей замечательной теме о состоянии мира до пришествия Христа, которое было очень плачевным. Очень плачевным. Он каким-то образом на протяжении многих столетий держался и удерживался на вере в пантеон богов языческих, разных богов. Но постепенно, постепенно эта вера стала угасать. И, я бы так сказал, стали подрывать эту веру известные философы, такие как Сократ, такие как Платон, глубокомысленные философы. Они изучали не только природу человека и человеческой души, но видели и понимали то, что над этим миром должен существовать и существует Бог. Более того, более того, я не буду сейчас раскрывать эту книгу, я принес эту книгу для того, чтобы что-то зачитать, но... Она нам знакома, хорошо. Да, да. Я хотел, да, что-то прочитать, но думаю, что обойдусь своими словами, которые, ну, будут транслировать, что ли, мысли Сократа и Платона. Как Сократ, так и Платон. Они говорили о том, что для того, чтобы изменился мир, они, конечно, если веровали в этот пантеон богов, то только формально, что изменить мир человек не в состоянии, что должен явиться некто, некто, но с нашей точки зрения, Христос и с точки зрения иудейского мира, который ждал Мессию, но не признал его. Как сказано в Евангелии от Иоанна Богослова, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, кто приняли его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от мужа, не от похоти, плоти, а от Бога родились. Этого же Бога, Христа, не называя его Христом, может быть, даже какие-то знания из иудейского мира к ним и привносились, и желание слышали, вполне возможно, но они вместе с иудейским миром ожидали пришествия, вот в этих словах это выражено, которые я высказал, пришествия некоего человека, сверхъестественного человека, потому что обученный человек не сможет реформировать человеческое сознание и направить его по тому вектору жизни, по которому человечество должно идти. они ожидали и говорили об этом. Но это одни из самых таких серьезных философов. Уже Аристотель, он ничего особенного и нового не привнес в философию. я основываюсь на знании и на характеристиках тех людей, которые глубоко изучали философию. И Ксенофонт, ученик Сократа, он только повторял учения Сократа, А еще позже, еще позже появились другие учения ближе к 4-му, к 3-му веку. Эпикура. Да, эпикурейство. Эпикурейство. Вот я помню слова Пушкина из стихотворения «Египетские ночи», где Чарский, импровизатор, импровизатор, его просили симпровизировать стихотворение на тему Клеопатра. И он импровизировал. Я, конечно, не буду сейчас читать это стихотворение, хотя бы мог бы прочитать все целиком, но есть такие строчки, когда выходят те люди, которые захотели оказаться с Клеопатрой. И после Флавия «За ним Критон», то есть за Флавия. Вы знаете, вот удивительно, конечно, Пушкин в нескольких словах стихотворных изложил, можно сказать, суть учения Эпикура. «За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура, Критон, поклонник и певец, Харид, Киприды и Амура». Эпикурейство, которое стремилось к наслаждению. Ну, что такое Харид, да? Это три богини, которые разными способами услаждали, приносили наслаждение человеку. Киприда – это Венера, богиня любви. Ну, Амур – это сама любовь. Сама любовь, да. Сама любовь. Вот. Но при этом, вы знаете, удивительно, такое, как бы, противоречие некоторое. С одной стороны, эпикурейцы ждали наслаждения от жизни и, может быть, отчасти достигали его. Но, с другой стороны, они боялись любой ответственности. Они избегали любой ответственности. Потому что любая ответственность отягощает жизнь человека. делает ее более хрупкой и зависимой от обстоятельств. Ну, допустим, отношение с другим человеком. Предположим, мужчина к женщине, да. И если, то тогда у мужчины возникает эта ответственность. Он должен стремиться на верное при каких-то особых отношениях ухаживать, обеспечивать и так далее, и так далее. То есть, это ответственность, которые они избегали. Вот, с одной стороны, стремятся к наслаждению, а ответственность не хотят и боятся. – Таков и современный мир отчая. – Да, 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 да. – Да, есть некая аналогия? – Да, это напоминает наш мир, – Есть аналогия? Можно провести параллель? – Да. Второе, второе направление – стаицизм, которые все старались починить разуму, разуму, и все чувства разуму. – Да, они стремились на какой-то добродетельной жизни, при этом, наверное, у них было это самоцелью, не осененная свыше Богом цель. Вот мы-то стремимся, допустим, к хорошей жизни и праведной жизни, за это нас, может быть, и упрекают из эгоистической точки зрения, эгоистических. Я хочу спастись, а без исполнения заповедей Божьих я не спасусь. Поэтому, как бы мне не хотелось не исполнять заповеди Божьи, я буду исполнять их ради своего спасения. Я буду добродетелен по отношению к людям, буду стараться, но если я не преодолею неприязнь к человеку, во всяком случае, внешне, я буду стараться к тому, чтобы не проявлять эту неприязнь. Буду стараться к любви к ближнему своему, как к самому себе. Но у меня есть цель, и у нас с вами есть цель. А у Сойков этой цели не было. У них только ради вот этих философских доктрин, ради того, чтобы быть добродетельным, подчиняя все чувства разуму. Скептицизм. Основателем скептицизма был Пирон, тоже древнегреческий философ, которые очень настороженно относились к явлениям мира, очень недоверчиво относились, все подвергали глубокому сомнению. Безусловно, я не очень глубоко говорю об этих философских течениях, но как бы то, что лежит на поверхности, я свидетельствую об этом. И, конечно, такое восприятие мира, я видел людей, которые относятся со скепсисом к знаниям, к информации и так далее, и так далее. Я думаю, что это состояние человеку не приносит удовлетворения и радости, потому что ты все подвергаешь сомнению, у тебя нет пристани, у которой бы ты удержался и спокойно бы находился бы рядом с этой пристанью. И вот постепенно мир пришел к такому разрушению, духовный мир. Уже эти философы отрицали пантеоны богов, расшатывались устои языческого мира, и мир безусловно нуждался в обновлении, в обновлении и в новом мощном стержне для существования в этом мире и этого мира. И к счастью, к счастью, мир в ожидании своих подходил к тому грядущему Спасителю, о котором говорили книги древних пророков и который действительно по его неизреченной милости снизажел к нам, вочеловечился, и мы его знали в лице Христа, в лице Мессии. Спасибо, отец Владимир, наша программа завершается, подходит к концу. О чем мы будем говорить в следующий раз, в следующей нашей передаче? Вы знаете, я думаю, что мы еще коснемся римского государства, его устоев, да. Греция это влилась в римское государство, да, о самом государстве и принципах его мы еще глубоко не говорили. Я не говорю, что будем глубоко, но во всяком случае заглянем за завесу жизни этого государства древнего. сердечного благодарю, я сегодня лично получила новое для себя знание, или может быть даже хорошо забытое знание, которыми я когда-то владела в Московском университете, но все забывается. Благодарю вас, что вы их освежили, для многих это будет открытием, и новое это всегда полезно, все нам нужно, все нам интересно, и все нам полезно, то, о чем вы говорите. Спасибо вам большое. Храни вас всех Господь. Спасибо. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу Таинства Церкви с Протереем Владимиром Волгиным. Желаю вам всего доброго, вам и вашим близким, и как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.